всем привет так снимать особо ничего не охота дел дофигища и по мелочи и так и отдельно много не снимаю ножей которые приносят в основном кошмарного вида ну и так убитых жизнью или неопытным использованием так не особо интересно но на большинству главный персонаж сегодня вот этот если честно первый раз сегодня реставрировал онтарио red никогда он не особо не нравился можете мне закидать тапками открыли в отсутствие владельца несколько банок консервов повредили лайнер шайбы закусились ну и основной этот штука нестандартная не прямая как у большинства ножей с двумя диаметрами поэтому ее тоже повредили пришлось это все восстанавливать но смысла особого то как как такового и не было ковчинка выделки не стоит ну результат оценит уже владелец по заточке ну может кому пригодится оптимальный результат на этой железке получилось советским эльбором 7 микрон связка наподобие веневских алмазов похоже очень сильно похоже на редкий камень но сейчас доставать не буду не особо интересно вот втулка повредилась в том числе тоже закусилась шайба соответственно перекос пошел и такое ощущение что лайнер не лайнер она скоблила обо что понять невозможно было пока это все спустя полтора часа проб и ошибок не удалось выяснить и отношения в целом к китайским ножам вот ганза в том числе по ганза ничего плохого сказать не могу железка нормальная по механике если это товарища моего ножек если чуть-чуть ослабить все очень хорошо работает также на перед . приходил по копиям в данном случае китайская эндуро приехал тут заказ на скажем так ножи покупались магазином не совсем может и магазином но не важно не бракованные а именно как продают их клинки практически у всех кривые то что удалось восстановить то есть не знаю будет видно не видно постараюсь показать экземпляр уже свет это не хватает волны идут то есть закалка производилась сама железяка закалена примерно все это гуляет это на не так актуально стоимость китайских версий в районе около двух тысяч рублей и оригинала в районе там четырех с половиной с доставкой пяти наверное смысла особого не имеет но это на мой взгляд имеет смысл смысл наверно все-таки чуть-чуть подождать и купить себе оригинал если так хочется либо вариант уже но если тут все по модельно отдельно с оригиналом сравнивать не собираюсь все интересно как говорится каждому свое наверное есть смысл приобретения таких подделок копий как-то реплик кому как пойдет если не жалко называется с собой в лес взять и отдать кому-нибудь на пользование у нас такой момент тоже существует и весит немного можно зацепить на цена опять же но не стоит она того про качество изготовления для бутербродов пойдет в принципе да и не до конца конечно вот этот загиб так так нормальный ножи целым для большинства обычных задач по вскрытию консервов коробок и всего прочего вполне подойдут хотел еще сказать что-то по поводу отдельно отдельно хотел по поводу чего-то сказать и так по бритвам шайбы до шайбы пришлось менять шайбы делаю сам листовая латунь бронза советские сплавы которые по случаю достались по реставрации спрашивают для чего пины посеребренные из чего шайбы серебра серебро в основном это контакты советские из них делаю шайбы сейчас если найду готовые покажу как это выглядит пины посеребренные латунь соответственно сами шайбы пины из контактов также серебряных все это вручную процесс долгий но это все опять же это в отдельных вариантах бритв часть довольно большой разобрали поэтому ближайшее время не знаю если завтра постараюсь снять так отдельно но еще не до конца смазках еще надо чуть-чуть под довести выровнять кромки на клинах особенно потому что клины старые особенно английские если их даже почистить сверху они все равно имеют свойство неравномерно быть изношены так тут несколько бритв старый английский надо будет еще смазки убрать почистить все это довести скорее всего постараюсь завтра выложить что-то последнее время желание потому как народ у нас очень много одного и того же спрашивать такое ощущение что ни у кого интернета нету и вот как только он появился все тебе вопросы сыпят причем одни и те же и глупые уже на них миллион раз отвечено уже стандартно все написано по ценам ну по ценам сложно судить скажу так если не нравится цены но ищите где дешевле продавцов много хватает я думаю и на ютюбе на форумах вариантов масса почему предоплата не высылая наложенным платежем вот так хочу кого штат не устраивает опять же повторюсь ищите других продавцов были неприятные случаи поэтому как бы вопрос доверия гарантии многие спрашивают какие гарантии ранки в магазинах магазин идите будут вам гарантии стопроцентные товарные чеки кассовые чеки здесь все по сути на честном слове на одном крыле как говорится так что не знаю честно не особо что-то хочется последнее время снимать ну так если будет желание а так как-то все это потихоньку надоедает утомляет вы можете буду снимать не знаю пока пока все это как-то подостаю на немного от этого всему свое время поэтому будем переквалифицироваться ну а так оплата опять же на все на карту сбербанка в индивидуальных случаях там возможны варианты другие paypal киви но это все опять же очень индивидуально вот всем удачи всем пока может кому пригодится так что тоже китайские варианты есть и очень неплохие и очень говеные и все это продается под одну гребенку тут 50 на 50 поэтому больше меня не спрашивайте особо по ремонту еще раз складных ножей не занимаюсь я ремонтом складных ножей кроме клинков это так индивидуально из оружейных магазинов приносят постоянные заказчики бывает просто посмотреть а так я ими не занимаюсь в основном это фиксированные клинки все что связанные с клинками а механика это все так индивидуально у меня нет токарного станка я конечно планирую в ближайшем будущем все это оборудовать но на это нужно время и немало и финансы и очень много терпения чтобы все это было опять же искать токарный станок дело небольшое даже когда-то учился работать на токарном станке имея даже разряд делал даже какие-то детали для оборудования импортного производства но это так было недолго там около полугода вместо обучения была практика даже диплом дали ну это так отступление так конечно смотришь маленький токарный станок но здесь опять же с мастерской некуда все это ставить это надо либо в частный дом а сейчас такой момент что сейчас неизвестно сочи питер тут как пойдет все это так в планах в планах но нет ничего более постоянного чем все временное поэтому поэтому дурдом и бардак как и в принципе во всей нашей жизни всегда было наверное будет по бритвам опять же пишите на почту так в основном индивидуальные заказы и много чего по реставрации не снимаю не буду так как многие не хотят видите заказы все отправлены уже пришли многим но завтра не знаю сниму не сниму посмотрю по настроению всем удачи всем пока